Здравствуйте друзья! Сегодня наш разговор с вами пойдет о вести и о вестниках. Думаю эти слова предельно просты и понятны для каждого. Весть это какая-то информация которая должна быть услышана народом. А вестник это человек который передает эту информацию народу. Это не сложно понять. В древние времена когда еще не были изобретены такие полезные вещи как радио, телевидение, интернет, цари и правители для того чтобы донести свою волю, свои указы и свои планы народу использовали людей. Этих людей называли вестниками. Вестники должны были внимательно послушать то что царь или правитель хочет передать остальному народу, запомнить эту весть и пойти пешком либо поехать на лошади или поплыть на корабле, приехать к тем людям которым эта весть предназначалась и передать им эту весть. И все? Спросите вы? Да и все. В этом заключались простые обязанности вестника. Только после выполнения всех вышеперечисленных действий вестник мог быть спокоен зная что он не будет наказан царем за неверное донесение вести. Для того чтобы не навлечь на свою голову гнев царя в прошлые времена вестник должен был быть знаком с несколькими простыми правилами. Правило 1. Он не имел права искажать весть которая ему была доверена. Правило 2. Он должен был донести эту весть именно тому человеку или группе людей которым эта весть предназначалась и никому другому. Правило 3. Вестник должен был озвучить и передать эту весть в нужное время не раньше и не позже. Давайте теперь рассмотрим известные нам всем примеры из Библии. Перед потопом Бог избрал вестника имя которого мы с вами все хорошо знаем. Имя этого человека знакомо даже детям. Этого вестника звали Ной. И так Бог перед потопом призвал Ноя и дал ему весть. Весть которую должен был передать людям Ной была очень простая весть. Эта весть состояла из нескольких пунктов или частей. Часть первая Ной проповедовал скоро будет потоп. Часть вторая этой вести Ноя всякий кто раскается и войдет в ковчег будет спасен. И часть третья вести Ноя всякий кто не пожелает раскаяться и не пожелает войти в ковчег погибнет. Скажите что может быть проще чем эта весть? И так выполнил ли Ной свои обязанности как вестник Божий? Да мы можем сказать мы знаем об этом что он выполнил свои обязанности Ной приготовил ковчег и Ной проповедовал людям о том что скоро наступит катастрофа. Он приглашал их войти в ковчег и мы с вами знаем что в итоге желающих спастись и войти в ковчег было всего 8 человек. А теперь я хочу предложить вам немного поразмышлять и представить что бы было если бы Ной вместо того что бы проповедовать весть которую ему доверил Бог начал бы проповедовать какую-нибудь другую весть. Ну например что бы произошло если бы Ной начал всем рассказывать весть о том из какого дерева Бог сказал ему сделать ковчег. Из Библии нам с вами известно что Бог дал указание Ною делать ковчег из определенного вида дерева которое называлось деревом гофер. Это такое смолистое дерево которое не боится воды и со временем оно не гниет. Так вот что бы было если бы Ной начал проповедовать и объяснять своим слушателям то из какого дерева Бог ему повелел строить ковчег. Была ли бы это весть от Бога? Как вы считаете? Я думаю что нет. И второй вопрос. Была ли бы эта информация правдива если бы Ной рассказал всем о том что он строит ковчег из дерева гофер? Да была бы. Ведь сам Бог сказал Ной из какого дерева нужно строить ковчег. И еще один вопрос я хочу вам задать. Была бы такая проповедь Ноя о дереве гофер передачей вести от Бога? Нет не была бы. Принесла бы эта информация пользу людям? Нет не принесла бы. Возможно некоторые из вас слушая сейчас эти рассуждения скажут или подумают. Зачем вы нам задаете все эти простые и понятные вопросы на которые могут ответить даже дети? И так ведь все ясно Ной должен был проповедовать определенную весть и всякая другая тема была бы ложной вестью. Друзья я вам сейчас объясню почему я решил так подробно остановиться на этом вопросе. Дело в том что к стыду некоторых из тех которые называют себя членами церкви адвентистов седьмого дня можно сказать что они совершенно не понимают то что они должны проповедовать. Некоторые не понимают но есть и такие которые понимают что является вестью от Бога но намеренно возвещают другую весть которая никакого отношения к вести для настоящего времени не имеет. Элен Уайт так пишет об этом в своей книге раннее произведение. Давайте прочтем это. Она здесь говорит «Слово Божье содержит в себе много драгоценных истин, но стадо Господне нуждается теперь в одной, в истине настоящего времени.» И так сколько драгоценных истин есть в слове Божьем? По словам Элен Уайт много драгоценных истин есть в слове Божьем. Но в чем нуждается народ Божий в наше время? Уайт пишет «Но стадо Господне, то есть народ Божий нуждается теперь в одной вести, в истине настоящего времени.» И продолжая Элен Уайт здесь дальше говорит «Я видела, что вестники отходят от важных пунктов истины настоящего времени и акцентируют на том, что не ведет ни к единству стада, ни к освящению души. Сатана в этом случае использует всякую возможность, чтобы повредить делу Божьему.» Эта цитата взята из книги Элен Уайт раннее произведение со страницы 63. И так в чем состоит проблема согласно того что мы сейчас с вами прочитали? Те которые называют себя вестниками Божьими они отходят от важных пунктов истины настоящего времени и акцентируют или делают ударение в своих проповедях на том, что не ведет ни к единству стада, ни к освящению души. Вот поэтому и возникла нужда в этой теме для того что бы так сказать обновить эту информацию в нашем разуме и уточнить какая именно весть является нашей вестью, а какая весть не является той вестью которую нам дал Бог. Как вы думаете это важный вопрос или нет? Я думаю что это очень важный вопрос. Это критически важный вопрос. Потому как многие из тех которые в наше время сегодня называют себя вестниками Божьими разъезжая с проповедями из города в город, из страны в страну, из континента на континент и тратят при этом тысячи долларов в церковных денег. В итоге от этих вестников люди слышат весть наподобие той которую я привел сейчас в примере о дереве Гофер. И это еще в лучшем случае. А в худшем случае людей кормят вестью которая прямо противоречит тому что Бог хочет сообщить жителям нашей планеты в это последнее время. Люди слышат весть которая вредит им. Она их усыпляет и она эта весть не призывает их бежать и спасать свою душу. Вы наверное помните какую конкретную весть несли ангелы Лоту. Один из вестников тогда сказал Лоту «Спасай душу свою и не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности сей. Спасайся на гору чтобы тебе не погибнуть». Вы видите Божья весть всегда четкая и всегда ясная. Божья весть не имеет ничего общего с надутым пустословием и пустой болтовней. В наше время можно встретить таких докторов богословия которые в течении полутора часов могут что-то рассказывать. Но по окончании такой лекции люди обычно пишут в комментариях под таким видео «Уважаемый доктор, уважаемый пастор, вы говорили полтора часа но я так и не понял то о чем вы здесь говорили и о чем вы хотели сказать». Вы наверное встречали такие комментарии. И так прежде всего давайте мы с вами остановимся на самой вести. Что Бог хочет слышать от нас в это последнее время? Это не праздный вопрос. Комментарии которые мы очень часто получаем показывают полное непонимание некоторыми людьми из тех которые называются адвентистами седьмого дня. Они не понимают того о чем они должны проповедовать. Почему они этого не понимают спросите вы? Потому что первое их пасторы им этого не рассказали в полном объеме. Почему же пасторы им этого не рассказали? Почему они не знают о той вести которую они должны проповедовать? Я вам отвечу и на этот вопрос. Ну во первых у некоторых пасторов по определенным причинам произошел разрыв с Богом поэтому они и не знают что они должны говорить людям. И вторая причина состоит в том что многие осознают что если они будут в полном объеме проповедовать адвентистскую весть, трехангельскую весть то это может плохо для них закончится. Но давайте обо всем по порядку. Давайте прочтем саму весть которую Бог доверил нам с вами уважаемые адвентисты седьмого дня. Мы прочтем 14 главу книги Откровения стихи с 6 по 12. Те кто возможно с детства слышал эту весть я прошу вас сейчас набраться немного терпения. Вам эта тема тоже будет полезной потому что многие из тех кто с детства знаком с этими истинами уже многое позабыли и многое было извращено. И так апостол Иоанн описывает одно из своих видений и вот что он видел. Он так здесь и пишет. «И увидел я другого ангела летящего посередине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле, и всякому племени, и колену, и языку, и народу. И говорил он громким голосом, убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его. И поклонитесь сотворившему небо, и землю, и море, и источники вод. И другой ангел следовал за ним, то есть это вторая ангельская весть, говоря «Пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы». И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом «Кто поклоняется зверю и образу его, и принимает начертание на чело свое или на руку свое, тот будет пить вино ярости Божьей, вино цельное, приготовленное в чаши гнева его, и будет мучим в огне сере пред святыми ангелами и пред агнцем, и дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертания имени его». И заканчивается эта весть словами «Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи и веру в Иисуса». Вот это все называется трехангельской последней вестью для этого мира. А теперь я хочу чтобы мы с вами поразмышляли над таким вопросом. Если это наша весть и Бог желает чтобы мы проповедовали именно эту весть, то почему в таком случае многие эту весть не проповедуют? Я уже частично ответил на вопрос, почему они не проповедуют именно эту весть, а проповедуют что-то совершенно другое и при этом называются адвентистами седьмого дня. Я вам отвечу на этот вопрос. Причина состоит в том, что проповедь этой вести, впрочем как и всякой другой вести от Бога, всегда была и всегда будет сопряжена с трудностями, непониманием окружающих и опасностями. Если вы будете проповедовать эту весть в полном объеме, называя вещи своими именами, то вы получите в ответ ярость дракона, то есть сатаны и его последователей. Так было во все времена, так было во времена Ноя, так было когда проповедовал Ян Креститель, так происходит и в наше время. Что я имею ввиду под фразой «называть вещи своими именами»? Когда мы читали только что с вами трехангельскую весть, вы наверное заметили, что у этой вести есть определенные термины. Например, «зверь» который является папством и антихристом. «образ зверя» который является отступившим протестантизмом. В этой вести есть такой термин как «начертание зверя» то есть соблюдение воскресного дня вместо субботы Господней. В этой трехангельской вести достаточно ясно сказано о том, что Вавилон пал, то есть церкви которые отвергли истину Божью названы здесь в этой вести Вавилоном. И сказано что Бог смотрит на эти церкви как нападшие церкви. Здесь же в этой вести говорится о том что «то поклонится зверю и образу его, то есть отступившему протестантизму, тот будет пить вино ярости Божьей и будет мучен в огне серии». Все эти истины очень неудобные. И по этой причине многие пасторы у которых в удостоверении написано пастор церкви адвентистов седьмого дня многие эту весть не проповедуют. И второе они борются с теми кто эту весть проповедует в полном объеме. Но это только одна часть проблемы. Вторая часть проблемы состоит в том что так как те которым положено проповедовать Трухановскую весть ее не проповедуют то вместо вести Божьей они проповедуют какую-то другую весть. Например весть о том что Бог нас всех любит. Не важно во что вы верите главное говорят они верить в Бога. Бог нас всех любит. Вот вам пример. Ссылку на это видео нам недавно прислал один человек. Давайте вначале посмотрим этот короткий ролик а потом мы поговорим по этой теме. И когда вы будете сейчас смотреть это видео я хочу чтобы вы задали себе вопрос. Весть которую проповедуют те которые создали это видео проповедуют ли они здесь весть Божью или они проповедуют что-то другое. Знакомьтесь это христиане. Хорошие добрые люди что называется. Ходят в церковь молятся. Не курят не крадут не ругаются. Но даже они так случается что ошибаются. И чтобы не повторять этих ошибок давайте сегодня их вместе начнем разбирать. Так слушай христианин. Вот ошибка наша номер один. Эта позиция прав только я. А ты заблуждаешься. Я прав во всем. А ты не прав. Ты ошибаешься. Христиане любят спорить. Скажи честно тебе это знакомо? Сколько разных конфессий и все хотят доказать свою правоту другому. Например одни говорят аплодировать на служении это здорово. Прославляет Бога. Другие считают наоборот что это кощунственно. Запрещают аплодисменты строго. У кого-то в церквях гремят барабаны. А кто-то от них бережет свои станы считая дьявольским изобретением ритм ударных совместный с пением. Одни твердят что юбка должна быть не выше колен. Другие что шорты на парня грех. А третьи бьются за то чтобы девушки брюки вообще не носили. Ибо это мужская одежда. Нельзя ходить в таком стиле. А можно ли фильмы смотреть христианину? Или они просто затянут в мирскую трясину? Одни говорят свидания нужны чтобы узнать друг друга. Другие в них видят соблазн сатаны. Начало порочного круга. Каждый просто таки убежден что другие вокруг ошибаются. Обидней всего и смешнее то что на библию все ссылаются. Кушать мясо или нельзя? Читать или нет книгу хижина? А может автора книги послать на костер? Верностью истине движимым? Ставить ли елку на новый год? Можно ли девушке краситься? Или вам это все язычеством отдает? Хоть возможно в душе и нравится. И в такой богословской схватке как правило все проигравшие. Потому что остались все при своем. Кто держал оборону. И нападавшие. И осталась прежняя позиция каждого. Да я все еще прав. А ты ошибаешься. И конечно же ты в исправлении очень нуждаешься. Если бы все христиане вдруг стали меньше спорить о мнениях и поискали бы рядом вокруг тех, кто не слышал о вести спасения и не верят в Иисуса и вообще далеки от понятия вечности и пока лишены преимуществ тех, что дарит им Бог до бесконечности. Если бы рассказали им о Христе, пояснив просто суть евангельской вести, может быть Бог давно бы уже пришел и мы были бы на небе с Ним вместе. Хочешь от этой ошибки избавиться? Слушай, что Павел пишет. Живи по открытым тебе уже принципам и к Богу сердце будь ближе. Все, что сказано пастором, батюшкой, блогером, лично сверяй с Писанием. Меньше спорь, больше думай, молись и Бог даст тебе истинного понимания. И помни, что прав на все сто только Бог, а мы с тобой можем где-то порой ошибаться. Пускай эта мысль нам поможет вновь вникать в Его Слово, любить, прощать и от всей души улыбаться. Итак, что вы здесь увидели и что вы услышали в этом видео? Давайте будем разбираться с этим. Первое. В роли ведущего в этом видео выступает Олег Боков. Для тех, кто не знаком с Олегом Боковым, вкратце скажу то, что он сам написал о себе в фейсбуке. Он написал, что является пастором. И вот на этой странице написано, что он возглавляет группу, которая называется Upstream Ukraine. Именно эта группа и сделала это видео, которое мы только что с вами посмотрели. Итак, авторы этого видео постарались донести определенную мысль о том, что все христиане доказывают друг другу то, что они только правы, а остальные не правы. А теперь давайте разберем, кого вы заметили в этом видео. Например, кто этот человек, который представлен в таком, можно сказать, специфическом одеянии с белым воротничком. Есть, конечно, некоторые протестантские пасторы, которые носят такой вот белый воротничок. Но в основном, кто так одевается? Как правило, так одеваются католические священники. Например, вот здесь, на этом форуме вы можете прочитать. Зачем католическим священникам белый воротничок? Итак, в этом видео представлен католический священник. А кого еще вы здесь заметили? Кто здесь стоит рядом с этим католическим священником? И у него в руках есть табличка, на которой написано что? На этой табличке написано «Истинно тут». И этот человек кричит что-то через громкоговоритель, который у него в руках. И кому он кричит? Он кричит этому католическому священнику. И кто же это такой с громкоговорителем? Кого вы здесь узнали? Думаю, что этот человек представляет собой протестантов. Возможно, адвентистов, потому как, насколько мне известно, осталась единственная церковь в мире, которая еще что-то говорит против католицизма. Да и то не вся церковь, а небольшая часть церкви проповедует против католической церкви. Итак, этот человек с рупором. Это протестант. А кого вы еще здесь заметили в этом коротком ролике? Вот этот человек, который здесь стоит справа, в такой одежде, по поводу которой просто невозможно ошибиться. Да, вы правильно поняли. Это православный священник. Итак, какой вывод делает в этом видео Олег Боков? Итак, если бы все христиане перестали спорить, говорит он, и доказывать друг другу, что только они правы, то и создатели этого видео пытаются закрепить в умах, в головах у зрителей мысль о том, что перестаньте считать свою веру единственно правильной, все правы по-своему. И у меня в связи с этим возникает вопрос. Согласился бы Иисус с этим видео? Когда Иисус жил на этой земле, считал ли он единственно правильной ту истину, которая была доверена в то время иудейскому народу? Или же Иисус верил в то, что каждая религия по-своему верна? Призывал ли когда-нибудь Христос своих учеников объединиться, например, с самарянами, невзирая на все различия во взглядах, и вместе проповедовать Евангелие? Скажу вам честно, я такого не помню, чтобы было написано в Библии, чтобы Иисус кого-то призывал объединиться с людьми, имеющими противоположные взгляды, и вместе проповедовать Евангелие. Вы, наверное, помните то, что Иисус однажды сказал самарянке у колодца. Самарянка была представительницей другой религии. Самаряне поклонялись не в Иерусалиме, а на горе. Сказал ли Христос этой женщине, давай не будем спорить, и ваша, и наша религия правильная, нам нужно с вами объединиться и вместе проповедовать Евангелие? Конечно же Иисус такое никогда не говорил. А что Он сказал тогда этой женщине? Иисус тогда сказал, вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Это Евангелие от Иоанна 4 глава стих 22. Фактически Иисус ей сказал, ваша религия не верна, вы ошибаетесь в своих верованиях. Спасение от иудеев. Спасительная истина находится у иудеев. Если бы Иисус пришел сегодня в наш мир и сказал то, что Он сказал тогда, 2000 лет назад, сегодня Иисуса за эти слова назвали бы религиозным фанатиком, который считает правильным только то, во что верит его церковь. Друзья, я вас, наверное, сейчас удивлю еще раз, но весть о том, что несмотря на различия в наших вероучениях, нам необходимо объединиться с представителями других конфессий, это весть не от Бога. Знаете, когда я смотрел это видео у Олега Бокова, то вначале не мог понять, что это мне все напоминает. Я не мог избавиться от впечатления, от дежавю, что я нечто подобное уже видел. И вот что это было. Давайте мы посмотрим с вами видео от Папы Франциско. Обратите внимание, насколько тематика этого видео похожа на то видео, которое было снято Олегом Боковым и его командой. Маранафа. Видео от Папы Римского. Международная молитвенная сеть от Папы Римского. Большинство населения нашей планеты заявляют о себе, что они верующие. Это должно привести к диалогу между религиями. Мы не можем прекратить молиться об этом и сотрудничать с теми, кто думает иначе. Я верю в Будду. Я верю в Бога. Я верю в Иисуса Христа. Я верю в Аллаха. Многие думают иначе и чувствуют иначе. Искать Бога и встретить Бога, идя по разным дорогам, в таком множестве и в таком разнообразии религий, где есть только одна уверенность и определенность, что все мы дети Божьи. Мы все. Мы все дети Бога. Я верю в любовь. Я верю в любовь. Я верю в любовь. Я верю в любовь. Я надеюсь, что вы передадите эту мою молитвенную просьбу, что этот искренний диалог между мужчинами и женщинами различных вероспоряданий может принести плод мира и справедливости. У меня есть уверенность в ваших молитвах. Папская международная молитвенная сеть. Я надеюсь, вы уже поняли, что тема этих двух видео одна и та же. Только эта тема выражена в этих видео разными способами. Хотя одно видео было сделано католической церковью, а второе адвентистами седьмого дня, но тема одна и та же. Итак, чью весть проповедует Олег Боков в этом видео? Вот какой вопрос меня интересует. Весть от Папы Франциско. Мне неизвестно, знает сам Олег Боков об этом, от кого это весть или не знает, но то, что это именно весть от Папы Франциско, вы сами только что в этом убедились. Кстати, в ответ на многочисленные вопросы, которые, видимо, появились у некоторых зрителей, Олег Боков написал под своим видео следующее. Он пишет, нет, я не сторонник экуменизма, просто сердце болит, что христиане все чаще разменивают свою веру по мелочам, вместо того, чтобы быть светом этому миру. Если ты разделяешь эту боль, призывает Олег Боков, помоги распространить данное видео. То есть, какая весть звучит в этом видео Олега Бокова? Хотя он говорит, что он не сторонник экуменизма, но все же весть следующая. Христиане разной конфессии, не считайте, что вы только правы, а все остальные нет. Давайте вместе будем проповедовать этому миру. И о чем проповедовать? О любви Христа. Олег Боков выступает в этом видео против религиозной исключительности. Но вы, наверное, удивитесь, против этого также выступает и Папа Франциск. Давайте прочтем вот эту информацию. На своем экране вы сейчас видите страницу интернет-журнала, который называется Америка. И в заглавии здесь написано. Папа Франциск говорит, религиозный фундаментализм – это чума. Или по-другому это слово можно перевести – это болезнь. А что такое религиозный фундаментализм? Согласно пониманию Папы Франциска, это те люди болеют этой болезнью, которые верят в то, что только их вера правильная. То есть этими словами Папа Франциск осознанно или неосознанно назвал религиозным фундаменталистом самого Христа, потому как мы только что прочитали с вами о том, что Иисус считал, что истина, которая была доверена Богом, израильскому народу, была единственной правильной истиной, и что спасение было от кого? Спасение было от иудеев. Итак, вам понятно, что предлагает и Олег Боков и те, кто вместе с ними сделали это видео. Они предлагают отставить в сторону спорные вопросы и проповедовать всем только одну весть, а именно Иисус нас всех любит. Знаете, это звучит здорово, но это не наша весть. Это не наша с вами весть, друзья. Это только часть нашей вести. Олег Боков со своей командой предлагает проповедовать урезанную или сокращенную трехангельскую весть. Оставив в этой вести только одну часть о том, что Бог нас всех любит. И ту же самую весть проповедует и Папа Франциск. А где же остальные части? А где весть, которая предупреждает о поклонении зверю, то есть папству, его образу, отступившему протестантизму? А где весть о падении Вавилона? А где призыв выйти из Вавилона? А где весть, которая предостерегает от принятия начертания зверя? А где весть о том, что те, которые поклонятся зверю и примут его начертания, те будут пить вино ярости Божией? Где эта весть у Олега Бокова? Я ее не вижу здесь. Ну давайте посмотрим еще одну интересную информацию. Это страничка интернет-издания BBC News. И вот что здесь написано в заглавии. Папа Франциск говорит, Бог все еще любит нас всех, даже худших из нас. Это та же весть, которую проповедует и Папа Франциск. Но это еще не все. В одной из своих проповедей, которая датируется 19 января 2020 годом, Олег Боков рассказывает о воскресном законе, о признаках второго пришествия и зачитывает в этой проповеди цитаты из книги «Великая борьба». Знаете, я просмотрел эту его проповедь, я вам хочу сказать, там нет ничего такого, чтобы как-то противоречило истине. Возможно, вы спросите, так как же можно в этом всем разобраться? Один и тот же человек, Олег Боков, в январе проповедует одну весть, проповедует Божью весть, а 23 июля 2020 года проповедует совершенно противоположную весть, которая полностью противоречит трехангельской вести и призывает к экуменической проповеди Евангелия. Так как же это может быть и как это можно понять? Вместо прямого ответа на этот вопрос я прочту сейчас одну цитату из книги «Великая борьба». Вестница Божия здесь пишет. «Одна из хитрых уловок сатаны заключается в том, чтобы смешать ложь с истиной именно в такой пропорции, чтобы придать ей то есть лжи правдоподобие». Так в чем же заключается одна из хитрых уловок сатаны? Чтобы смешать ложь с истиной именно в такой пропорции, чтобы придать ей правдоподобие. Таким образом, сатана и те, которые на него работают, с помощью истины пытаются замаскировать ложь. Возможно, кто-то скажет. Но то, что вы сейчас сказали, это может обидеть тех, которые трудились над этим видео. Да, друзья, возможно, эти слова их обидят. Но я должен им это сказать, потому как они несут этому миру не ту весть, и в результате погибнут и они сами, и те, которые эту весть примут. Я хочу сейчас обратиться к Олегу Бокову, к его команде. Олег, возможно, окружающие вам льстят и хвалят вас за то, что вы сделали такое хорошее и качественное видео. Олег, я вам хочу сказать правду. Это видео никуда не годится. В этом видео замаскирована весть, которую проповедует враг Бога и враг нашей церкви. И вы ему в этом помогли. Вы помогаете сатане и папству распространять их весть. Очень вам советую, пока еще не стало слишком поздно, сделайте другое видео и объясните всем, в чем вы ошиблись в этом первом видео. Возможно, вы в таком случае лишитесь финансирования от каких-то людей. Возможно, от вас отвернутся некоторые ведущие богословы в церкви адвентистов 7 дня. Но вы приобретете нечто гораздо большее. Вы приобретете благоволение Божье. Эллен Уайт так однажды писала в книге раннее произведение. Под заголовок этой статьи называется «Твердое основание». Эллен Уайт здесь пишет. «Я видела группу людей, которые твердо и непоколебимо стояли на страже истины, не желая уступать тем, кто хотел поколебать утвержденную веру церкви. И Бог с благоволением посмотрел на них». Друзья, вы обратили внимание, на кого Бог посмотрел с благоволением? На тех, кто проповедовал весть от Папы Франциска? Нет. Бог смотрел с благоволением на тех, которые твердо и непоколебимо стояли на страже истины, не желая уступать тем, кто хотел поколебать утвержденную веру церкви. Давайте прочтем дальше. Сестра Уайт здесь пишет. «Мне были показаны три ступени. Первая, вторая и третья ангельские вести. Сопровождавший меня ангел сказал, горе тому, кто малейшее изменит в этих вестях. Правильное понимание их имеет жизненно важное значение. И от того, как они будут приняты, зависит судьба душ». Друзья, вы обратили внимание на эти слова Духа Пророчества? Это то, что говорит Бог. Горе тому, кто малейшее изменит в этих вестях. Олег, вы своим видео изменили и исказили ту весть, которую Бог хочет передать этому миру. И от того, как эти вести будут приняты, зависит судьба душ. Давайте еще прочтем одну цитату из трудов Духа Пророчества по этой же теме. Эллен Вайзис пишет, «Я видела, что дело, которое Бог быстро оканчивает на нашей земле, вскоре будет решено по правде, и что вестники должны спешить во всех направлениях, чтобы собрать рассеянное стадо». А теперь послушайте, какой вопрос задает один из ангелов. Один из ангелов спросил, «Все ли вестники?» Другой ответил, «Нет, нет, только те, которые имеют весть от Бога». Друзья, так все ли вестники? Все ли те, которые выступают с длинными заумными проповедями, являются вестниками Божьими? Все ли из тех, которые имеют удостоверение адвентистского пастора, являются вестниками Божьими? Нет, не все. Все ли из тех, которые совершают продолжительные перелеты с одного континента на другой, чтобы там проповедовать, все ли они являются Божьими вестниками? Нет, не все. А кого Бог считает своими вестниками? Только тех, которые имеют весть. О какой вести идет речь? Здесь речь идет о трехангельской вести. Можете не сомневаться. У Бога для последнего поколения нет больше никакой другой вести. Эллен Уайт продолжает здесь пишет. Я видела, что дело Божье задерживалось и бесчестилось теми, кто разъезжал с проповедями, не имея вести от Бога. Таковые должны будут отдать отчет Богу за каждую копейку, которую они растратили на свои бесплодные поездки. Тогда как эти деньги могли бы принести большую пользу святому делу. Если бы избранные Божьи вестники располагали средствами, то ни одна душа не погибла бы от недостатка духовной пищи. Итак, друзья, какой вывод мы можем сделать сегодня из этой маленькой коротенькой темы? Друзья, то, что вы слушаете и то, что вы смотрите в интернете, я имею в виду сейчас материал религиозной тематики. Когда вы что-то смотрите в интернете, задавайте сами себе вопрос. Содержит ли та или иная проповедь весть Божью? Является ли то или иное видео вестью от Бога? Это очень важно, друзья. И как ангел сказал, от того, как эти вести будут приняты, зависит судьба душ. Великая борьба. Именно так можно назвать величайшее противостояние за всю вечность. Это не просто спор между царствами и не философские дебаты, но грандиозное, опасное и судьбоносное противостояние, затрагивающее всю вселенную. Это борьба между добром и злом, между Христом и сатаной. И хотя в результате войны на небесах противник Бога проиграл, мы с вами все еще видим проявление зла. Оно рядом с нами и даже в нас, поскольку сатана поработил наш мир. Так великая борьба была перенесена с небес на землю. Мы рекомендуем вам уникальную книгу, описывающую историю этой борьбы за последние 20 веков. И если кто-то представляет себе ее как голливудскую сказку, где ангелы и демоны сражаются на огненных мечах, то из этой книги вы узнаете, что зло гораздо искусней, изобретательней и смертоносней. Мы живем в то время, когда величайшая борьба происходит не просто в мире, а в христианских церквях и сердцах людей. Это последний бастион силы тьмы. Из Священного Писания мы точно знаем, что победа Христа уже одержана. Злу нанесена смертельная рана на кресте. Вот почему нет боли никакой нужды скрываться и таиться, как будто нас некому защитить от зла, как будто не существует ясной истины и нет полного спасения от греха. Ведь победа одержана, защита гарантирована, истина обозначена и спасение совершено. Узнайте об этом лично из книги «Великая борьба» и получите надежду. Христос грядет! Ссылки на книгу в текстовом и аудио вариантах можно найти в описании к видео, а также в сети интернет. Субтитры создавал DimaTorzok